Друзья мои, добрый день! С вами Сергей Стилавин, студия Известия ТВ, город Москва. Я сегодня представляю вам очередной выпуск большого тест-драйва. Автомобиль, который попал на билборды рекламные этой осенью, этой зимой. Автомобиль компании Volvo. Честно говоря, первый раз попал на тест к нам автомобиль седан от этой марки. У нас был универсал, была микромашина Volvo 30. А сейчас Volvo S60 в полностью обновленном варианте. Давайте посмотрим, какие впечатления эта машина производит. Дорогие товарищи, сегодня у нас в тест-драйве автомобиль некогда шведского концерна Volvo. Теперь этот автомобиль вместе с кожаными сидениями, вместе с тасолом и топливом принадлежит Китаю. Потому что китайцы купили концерн Volvo. Стал ли автомобиль Volvo от этого хуже? Выясним сегодня. Значит, перед нами, друзья мои, S60. Новинка модельного ряда, презентована в этом году, летом. И я прошу вас показать, Рустам, вот эти прекрасные лампочки. Можно даже поближе, да? Вы называете их мерседесовскими фонарями, да? Значит, смотрите, соответственно, у нас добавились в автомобиле Volvo нехарактерные для этого бренда модные элементы. Что уже говорит о том, что машина чем-то отличается от предыдущих всех своих, так сказать, поколений. Вон, смотрите, вот старая Volvo S40. Вот привлечь ее, пожалуйста. Как раз подъехала так, как надо нам, да? Ну, что это такое? В принципе, все остальные машины от этого аппарата не сильно отличались. И вот перед нами действительно S60. Обратите внимание. Здесь сделана оранжевая подсветка, да, американская, вот особенно с этой стороны. И я вам скажу так. Некоторое время назад я ожидал в этой машине женщин. И на улице была такая же погода, как примерно вот сейчас на улице, да? Она села ко мне в автомобиль, в этот автомобиль. И когда мы уже тронулись, она меня спросила, а что за машина? А я говорю, а что, не замечаешь? И так прикрыл на руле бляшку Volvo. А она говорит, я думал, это BMW. Реально. То есть вот снаружи, давайте посмотрим сбоку, давайте посмотрим. То есть линии этой машины уже не классические вольвовские, да? Грубые, рубленые какие-то. От грубых рубленых остался кусочек, наверное, фальш-решетки радиатора, да? Все остальное пошла уже целиком аэродинамика. Единственное, что сзади, да, мы видим такой достаточно резкий обрубок багажника, да, вот этого заднего фонаря. Но все, что касается, вот давайте подальше отойдем. Вот совсем далеко, Рустам. Все, что касается, да, у нас автомобиля вид сбоку. Но согласитесь, без задних фонарей, да, без задницы, да, это уже неволево. Ну, в любом случае угадываются, угадываются. Ну, вот закройте мысленно задницу, да, вот как мысленно закрыть, вот так вот мысленно закрыть. А, вот так, да. Вот так вот, и это уже не похоже. Это, может быть, мне напоминает, вот без задней части, да, это мне напоминает английский ягуар. Ровер, нет, ягуар. Ягуар, не знаю, в какой-то степени. На самом деле машина очень компактная. То есть, может быть, в кадре складывается впечатление, что она такая большая. Потому что крепкие такие резкие формы, да, ну, сзади, соответственно, что мы имеем, да. Ну, и сзади... Достаточно маленькая задница, я бы сказал. Да, маленькая, крепкая, орехообразная задница, да. Это на этой машине стоит шильдинг. Обратите внимание, Т6 – это новый, значит, двигатель от компании «Вольво». Шесть цилиндров, триста... Четыре. Четыре лошадиных силы. И я вам честно скажу, ребята, из вот таких заряженных машин, да, но не маленьких, да, спортивных, типа «Гольф-класса», а именно уже там «Е-класса», грубо говоря, там «Д-Е-класса», грубо говоря, «Д-Класса». Вот это один из самых интересных вариантов, потому что «Вольво» всегда отличалась крепким сбитым кузовом, да. Когда ты сидишь внутри, ты чувствуешь защищенность всем вообще, да. Толстые балки, толстые такие двери, все толстое, крепкое, крепкий руль, хорошая звукоизоляция. Причем, знаете, интересно сделана в этой машине звукоизоляция. Шум от колес не очень сильный, да, а вот из стекол звуки, идущих рядом автомобилей, проникают достаточно хорошо. Опять же, это сделано из-за безопасности, потому что если тебе сигналят, а твоя машина полностью зашита, как стеклопакет, ты, естественно, не услышишь аварийную ситуацию, да. И в этой машине 304 лошадиных сила, сил очень такой адекватный автомат, как мне показалось. Очень прожорливый мотор, но ощущение отъезды в этой тачке, ну, одни из самых, наверное, актуальных на сегодняшний день. Потому что сочетание, да, такой массивности, да, которая, кстати, неадекватна внешнему небольшому такому, да, вот пространству автомобиля. То есть внешне он достаточно скромный по размеру, смотрите, маленький автомобиль, вот. Но настройки подвески, шумоизоляция и двигатель в сумме дают, ну, ощущение, реально, ребята, вот мне понравился этот аппарат. Единственное, что я не знаю, сколько он стоит. Но вы проверьте, S60 с мотором Т6. Я думаю, что это вас не очень обрадует, да. Что касается багажника. Новая кличка Фантомазович. Смотрите, смотрите, как ловко. Я бы сказал, если бы по старинке, если бы нам разрешили, то он навострился, да. А можешь залезть так, чтобы закрыть? Что это такое? Бэксид релиз. Вы хотите дернуть релиз? А, это задний, наверное, да? Это... Задние кресла откинуть, все. Смотрите, отсюда, чтобы вам было удобно. Вот отсюда, прямо из багажника. Да, да, да. А зачем их откидывать? Вот, видите? Ну, чтобы не в салон залазить, а откидывать сиденья. Так. А для того, чтобы из багажника... А вы можете залезть так, чтобы мы могли закрыть крышку? Нет. Это интересно, потому что... Не можете? Нет, давайте я не могу. Ну, давайте попробуем. Надо собраться, Рустам. Так, отлично. Вы чувствуете, да, все нормально? Я знаю, что каждый раз этому парню страшно. Ну, как там внутри, брат? Нормально. Система комфортного выхода отсутствует? Да. Что касается... Ну... Как сказать? Не буду мешать мужчине, который разговаривает внутри по телефону. Могу сказать следующее, что сзади сидеть можно, да? Естественно, коленками ты упираешься. Но, по большому счету, ехать можно в этой машине. Хотя по характеру своему, да? Вот по ощущениям от этой машины, это, конечно, машина для водителя, да? Крепко сбитая, с хорошей шумоизоляцией. С наворотами, кстати. Идите вот сюда. Обратите внимание. Вот всякий раз, когда вы видите фальш-решетку радиатора вот с таким вот квадратиком, да? Это на разных машинах встречается, за исключением Volkswagen, у которого, значит, это устройство всовывается под значок. И тогда значок получается не объемным, а фальш-значком, да? Просто плоская жестянка, да? Это штука адаптивный круиз-контроль. Но в этой машине она, например, еще и служит ассистентом при торможении. То есть, если вы включаете эту систему, он замеряет вашу скорость от расстояния до впереди идущей машины, динамику сокращения этого расстояния. И я заметил, что в определенном случае он даже притормаживает за тебя. А когда слишком резко начинает сокращаться расстояние до впереди идущей машины, раздается такая характерная сирена. Ну, мы сегодня с вами посмотрим. City Safe называется. City Safe, и, соответственно, машина, по-моему, до 30 км в час сама останавливается, а в дальнейшем подает сильный сигнал, такой и звуковой, и световой, чтобы водитель обратил внимание. Теперь дело за салоном, да? Вот, что я обращу ваше внимание сначала снаружи, да? Вот, ребята, это сидение находится в самом низком положении. То есть, ниже я опуститься не могу. И при этом, вот посмотрите, да? Моя голова упирается в отверстие люка. Если закрыть люк, то, по большому счету, правило безопасного пользования автомобилем не выполняется. Вы знаете, да, что при посадке в автомобиль должен помещаться кулак между головой и крышей. Вот, смотрите. А что-то вырос-то. Да, посмотрите, не помещается. Значит, почему это сделано? Это не в угоду карликов. Это сделано потому, что у шведов считается, чем выше сидит бедро, тем меньше шансов пострадать при боковом столкновении. То есть, если ты ломаешь бедро, то это... И в этом смысле, вот, ты лучше бейся головой, говорят шведы. Да, кстати, у меня вопросы по поводу вот люка, в принципе, да? А вот если машина, например, переворачивается, вот представьте такую ситуацию, и падает люком на какой-нибудь камень, ну, вот диаметром вот именно ровно в люк, тогда что же, правильно? Значит, товарищи, что касается дизайна салона этого автомобиля, ну, это Вольво, это аскетизм, да? Но совсем другой, чем тот аскетизм, который мы видим у немцев. Вот я пытаюсь сейчас, ну, сформулировать, чем отличается немец... Ну, вы согласитесь, да, у Вольксвагена ведь тоже, например, достаточно аскетичная вся эта система. Здесь... Ну, как это сказать-то? Пышный аскетизм. Однажды я ехал в машине с девушкой, которая сказала, что она была в церкви, и наблюдала там пышную скромность. Вот я сначала смеялся над ней, а потом понял, что такое тоже бывает, да? Или простая сложность, или пышный аскетизм. Вот это Вольво, мне кажется, да? Потому что, с одной стороны, да, все как-то... Ну, ну, согласитесь, да? Ну, это, да, ясно, понятно, четко. А с другой стороны, не без выпендрежа, да? То есть, например, вот эта панель, на которой, соответственно, вот оригинальным, кстати, способом, да, центральный воздуходув, да, находится. Здесь у нас кнопки управления климат-контролем, ручки все эти вот эти. Здесь находится, кстати, игривый человечек. Он в темноте светится зеленым цветом, да? А днемка выглядит как хромированный. Но, обратите внимание, друзья мои, вся эта система ведь установлена на панели, да? Сейчас я вот так вот сделаю. Вот, на панели, да? И, собственно говоря, вот здесь дырка, вот я пошевелю пальчиками, да, это дырка между основным кузовом и вот этой панели, на которой находится, собственно говоря, вот эта вот система управления климат-контролем и магнитолой. Ну, это на всех последних автомобилях хвою. Да, это классическая. Значит, не знаю, так ли выглядит торпеда, да, но она из такого умягченного пластика. Интересно, что ключ, вот возьмите, Рустам, пожалуйста, ключ сделан таким образом, что, когда двигатель уже заведен... Можно вытащить его. Его можно вытащить, но без ключа не заведешь. То есть, вот в кармане эту штуку носить нельзя почему-то. Это, мне кажется, это маленький такой вот... Говорят, что в более высших комплектациях... Можно, можно. Значит, смотрите, обратите внимание на вот эту прекрасную кожу. Рустам, покажите вас эту кожу. Вот на хороших таких кожаных... Я помню, вот пропитки носили пацаны в начале 90-х. Вот по ощущениям и по цвету, и вообще по вот мягкой такой коже. И здесь она тоже представлена. Вот эта вот пропитка. Мне кажется, пацанам из 90-х должно понравиться. Да, но это если шутка. Ну, насчет центральной консоли, скажешь, что ее немножко развернули к водителям. Да, ну вот этим она, кстати, напоминает, наверное, тоже BMW. И Saab. И Saab тоже, да. Saab же почил в БОЗе, да, у нас уже. Вот. Значит, что касается там управления. Как никогда мне, честно говоря, приборная панель вот напоминает мерседесовский. Да, то есть у Мерседеса тоже так же вот решен вопрос со стрелкой. Она не имеет, так сказать, центральной части. Здесь у нас внутри этой, внутри приборов с обозначением, как-то, ну, дисплей, да, время до пустого бака. Все русифицировано. Вот пробег. Машина всего 1751 километр прошла. Управление на руле тоже понятно. Это магнитола. Здесь у нас круиз-контроль. Кстати, круиз-контроль у нас как? И с лимитером, да, и на станционном, со всеми делами. Вы же ездили далеко. Мы же сейчас с вами поговорим, да? Значит, что касается управления экраном, да. Вот, значит, здесь у нас что? Значит, есть с вами цветной экран. Правда, нет, кстати говоря, у нас здесь навигации, да, в этом автомобиле. Наверное, в других вариантах она присутствует. Да, потому что есть пульт для навигации. А, есть пульт. Вот есть пульт? Да. А где же сама навигация? И не поставили... Сказали, что, опять же, в более дорогой комплектации диск не пришел. То есть она, по идее, здесь где-то должна быть. Все серьезно? Да. Что я могу сказать, ребята? Посадка в этой машине, да, посадка достаточно удобная. Кстати, вот, если мы говорим с вами о современе, о современе, да, Вольво, то вот такие игривые подголовники, да, прогнувшиеся, да, как парус. Это, наверное, для одежды или для чего-нибудь. Да. Ну вот. Ну и, соответственно, что? Достаточно хороший звук в этой машине. Но, в принципе, вот что касается внутреннего убранства этого автомобиля, да, смотрите, широкие такие вот широкие двери, да, изнутри вот они широкие, очень сильные такие крепкие двери. Да. Ну и что можно сказать? В принципе, особенно обращать внимание здесь с точки зрения дизайна не на что, да. Главная задача. Проходите, пожалуйста. Проходите, пожалуйста. Сколько? 20 долларов? Вот, значит, с точки зрения дизайна машина, естественно, да, достаточно аскетичная. Но не в этом ее конек, конек ее, значит, в двигателе. Что мы еще имеем, значит, в этой машине? Значит, парковочную систему парктроники сзади, спереди, и есть камера. Значит, я попытаюсь ее включить, кстати говоря, эту камеру. Ну-ка, включайся, раз, да, где-то она там есть, ну, к сожалению, заплевана камера, да. Значит, что у нас еще есть? Близ, это у нас боковой контроль, да, за тем, что происходит в мертвой зоне, дистанционный контроль, что происходит впереди, и контроль за полосами движения. Я залез в меню, ее, честно говоря, отключил, потому что Рустам говорит, и Владимир, что эта штука сильно орет, да? Да. И мешает комфортно ехать, да? Вот, а, и самая идиотская кнопка, которую я нашел именно только на Мерседесе, вообще, в принципе, вот смотрите, здесь находится эта кнопка, сейчас я ее нажму, а Рустам, соответственно, узнает, что она означает. Рустам, отшатните, пожалуйста, немножко голову. А зачем? Я не знаю, зачем эта штука. Вот поставьте его на место свой, сильным движением. Вот я не знаю, зачем надо откидывать подголовники. Чтобы работал обзор заднего вида зеркала. Да, но средний-то мешает еще больше, если честно. Ну, он задвигается, обычно средний не используется. Вот, ну и вот эта кнопка, да? А на раскладе они поднимаются еще. Какая шляп? Да-да-да, чтобы эту штуку поставить на место, водителю нужно непременно выйти из своего места и, соответственно, задвинуть их обратно. То есть одноразовая такая кнопка, вот только у Мерседеса такие подобные встречаются. Рустам, я знаю, что вы ездили на этом автомобиле далеко. Слушайте, а как тут все хлипко сделано? Как-то хлипко, вы что говорите? Вот, посмотри. Это машина цены немалой? Да. Значит, когда я выезжал ночью из Москвы на трассе, и после этого делился со всеми ощущениями этими, именно первыми, значит, поскрипывания, значит, какие-то писки, щелчки в торпеде, значит, вот в этом пластике. И ощущение было такое, что действительно китайский автомобиль, вышедший на заводе в ААЗ, собранный. И было такое ощущение. Ну все, продали китайцам, вот китайцы с учетом там своего понимания качества сборки делают эти автомобили. Но, а, ну и, соответственно, вы обратили внимание на шум из стекла, ужасно, после там 120 км в час, это реально раздражает, потому что тебе кажется, что дырка. Я даже два раза останавливался и искал, может быть, где-то отошли резинки какие-то, может, дырка появилась в кузове. Ну, в общем, с водительской стороны это раздражало. Но через 500 км, когда я доехал уже до Воронежа, честно говоря, автомобиль мне стал нравиться. Нравиться стал за счет своего двигателя. Двигатель, который позволяет любой совершать перестроение, обгон, любой маневр. И, значит, не задумываясь о том, успеешь ли ты закончить этот маневр, какая скорость. Ну, судя по тому, что вы это говорите, вы успели. Да, я успел, я живой, я здесь с вами. На самом деле это действительно впечатлило. Звук этого двигателя, который работает. Я смог убить средний расход бензина до 12,7 литра на 100 км. Ну, до скольки ты разгонялся? Ну, 160. 160? Она уверенно держит дорогу? Абсолютно уверенно держит дорогу. Причем динамика разгона после 140 остается такой же, как и со старта. Владимир, ваши ощущения от машины? Я знаю, вы сумели выжать из нее все, что можно было. Вообще, Русс правильно сказал. Конечно, двигатель кажется, что не от этого автомобиля, а от космического корабля. Еще после того, как я узнал, что это автомобиль полноприводный. Да, кстати, забыли. Это полнопривод постоянный. Да, если сравнивать с той же Ауди, четверкой, она, конечно, чуть поменьше, то этот полнопривод просто внушает уважение. Простите, пристегните, пожалуйста, лавина. Вот видите, кстати, сейчас вы увидите, на переднем, так сказать, стекле на лобовом загорается лампочка. Это может быть и вот так, да. Ну, вы видели, как замигало все? Да-да, и даже был звук. Зимняя шипованная резина Nokia Hacopelita 7. Кстати, понесло чуть-чуть ее, да? Да потому что шипуи. Никогда не тестируйте систему, как вы, CitySafe. На зимней резине. Дорогие друзья, это была автомашина Volvo S60. Цена этой машины, как мне подсказали в представительстве, берет старт от миллионов 800 тысяч рублей. А в том варианте, который был представлен на тесте с мотором Т6, цена где-то доходит до двух с половиной и более миллионов рублей. Ну, в общем-то, для кого-то миллионы не деньги. Вот. Но такова селя Ви. Я Сергей Стилавин. Прощаюсь с вами до следующего выпуска. Известие ТВ пока. Прощаюсь с вами до следующего выпуска.